Привет, дружище! В этом видео ты узнаешь 10 самых полезных модов, которые значительно улучшат эффективность твоей работы на кампанию. Начнём с мода Minimap, который добавляет полезную и настраиваемую миникарту прямо как у нас на корабле. Он пригодится как одиночкам, так и большой команде, потому что позволит игроку самостоятельно корректировать свой маршрут, обнаруживать монстров перед тем, как они нападут и будет хорошим сканером металлолома. Это гораздо удобнее и эффективнее, чем слушать наводки по рации, которые далеко не всегда понятны. Следующий мод удобно использовать в связке с миникартой. LK Remote Terminal даёт игроку возможность вводить команды в терминал через чат. Таким образом, введя RT и номер двери, можно открывать запертые проходы, а при наличии мода на миникарту временно отключать турели и мины. Если добавить к этому моду терминал ТП, то игрок получит возможность телепортироваться на корабль самостоятельно, что не только удобно при неопытной команде, но и вернёт полезность телепорта в одиночной игре. Крайне необычный мод, добавляющий свою механику в игру Glow Steps. Подсвечивает наши следы и следы, оставленные нашей командой. Причём делает он это разными цветами, что даёт возможность догнать команду, убежавшую чуть вперёд. Мод полезен как в мультиплеере, так и в одиночку, так как даёт возможность по следам найти путь, из которого пришёл игрок. Item Quick Switch – мод, позволяющий, как во всех нормальных играх, менять предметы на клавиши 1, 2, 3, 4. Теперь игроку не понадобится крутить колёсико то вверх, то вниз, чтобы выбрать свою чёртову лопату, когда вкладка выбора предметов не вертикальная, как колёсико, а горизонтальная, чтобы было медленно, совершенно неинтуитивно и неудобно. И может это, конечно, лично у меня так, но это всегда вызывало раздражение. Flashlight Toggle позволяет переключать фонарик на F английскую, не доставая его в слоте инвентаря, что полезно и очень удобно, когда мы несём тяжёлый предмет или говорим по рации, при этом не имея возможности взять фонарик в руку, чтобы отключить его и сэкономить очень ценный в этой игре заряд. Vokey Use частично решает вышеописанную проблему с рацией, потому что теперь для использования рацией не нужно брать её в руку. Достаточно зажать клавишу R английскую и начать говорить. При этом можно держать в руках тяжёлые предметы и заниматься вообще чем угодно, разве что не плавать в трясине. Теперь не придётся прерывать диалог с командой, просто из-за того, что в руках ящик пива или кусок металлолома. Когда на корабле будет много хлама, то пригодится мод Ship Loot, потому что в отличие от встроенного в скафандр сканера, этот мод позволяет правильным образом считать ценность металлолома. Это обжает общую сумму ценности металлолома на корабле в правом нижнем углу. Если вы сталкивались с тем, что куча лута считается за 500 кредитов, когда квота косарь, то понимаете о чём речь. Странно, что сам автор игры этого не предусмотрел. Fove Adjust расширяет угол обзора персонажа, позволяя видеть немного больше, чем дал разработчик, что немного читерно, но по факту является простым удобством, помогающим игроку охватить больше зрительного пространства. Очень удобно для игры в одиночку, неизвестно как это влияет на пружиноголового, и позволяет ли поворачиваться к нему боком или даже спиной, так что перед монстрами тестируйте этот мод на свой страх и риск. Lethal Days увеличит продолжительность суток на луне до реального времени. Этот мод очень читерный и подойдёт не всем игрокам, ведь позволяет облутывать некоторые бункеры быстрее, чем в них появляются монстры. Мод будет полезен для новичков, которые хотят разобраться в игре, или для одиночек, которым достало бегать в попыхах и выполнять квоту за четверых. Но я не рекомендую использовать этот мод на постоянной основе или в крупной кампании, иначе он может испортить игровой опыт. Во время нахождения в комплексе или на корабле игрок не может узнать, сколько времени на луне, пока они бросят все свои дела и не выйдет наружу. LK Better Clock включает постоянные часы, которые не исчезают при ходе в помещение или корабль, и дают игроку контроль над временем, которая очень ценна. Это полезно в любой ситуации, если, конечно, вы не используете предыдущий мод Lethal Days. Если понравился топ и выбрал моды, которые точно хочешь установить, ставь лайк. Хочешь больше видео, подписывайся. Скидывай видео своим друзьям, чтобы они тоже устанавливали моды. Все ссылки в описании. Благодарю за просмотр, приятной игры и чава какава.